Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Что лучше, солгать, чтобы не обидеть, или сказать правду и обидеть? Я вам по секрету скажу, что есть еще третий вариант – сказать правду и не обидеть, или не сказать правду, но и не солгать, ибо не всякое сказанное правда является ложью. Правду надо говорить не так, как тряпку половую, мокрую, грязную, в лицо бросить, а как любимой девушке пальто в театре подаешь. Поэтому очень важно не то, даже что вы скажете, а то, как вы это скажете, потому что можно говорить правду так, что она нанесет ущерб, принесет боль, огорчение и расставание в конечном итоге. Необходимо любую правду просеять, мне кажется, через несколько сит. Сначала через сито, допустим, пользы. То, что ты скажешь, принесет ли пользу этому человеку. Второе сито, пусть будет сито правды. То, что ты считаешь правдой, действительно ли правда, или она очень сильно приправлена твоими собственными интерпретациями. Ты сам это видел или услышал, прочитал, или хочешь, чтобы ситуация была именно такой. Если ты хочешь рассказать своей подружке о том, что за ее спиной говорят ее подружки, чтобы себя как-то отделить, показать, что только ты самая настоящая, самая лучшая подруга, а не вот эти все остальные, то будет ли это правдой, даже если ее за спиной что-то или сказали. Нужно ли говорить негативную информацию? Вот это третье сито. Польза, добро. Ты добрую информацию скажешь или негативную? Почему-то каждому из нас кажется, что прочитав ту или иную негативную новость, мы должны обязательно ее поделиться с женой особенно или с мужем. Но чаще всего с женой хочется рассказать какой-нибудь трэш. Вот посмотри-ка, кого-то там расчленили, кого-то там изнасиловали, кого-то убили, кого-то усыпили. А вот взрыв, а вот здесь землетрясение. Вот зачем делиться этой информацией? Ну вот была она. Хорошо. Ты расскажешь ее. Это будет правда? Ну как бы правда, да. Ну а зачем? Чтобы что? Что? Каждый раз, когда вы хотите сказать правду матку в лицо, подумайте. Чтобы что? Чем вы? Чего вы хотите добиться? Чего? Чтобы человек огорчился, осудил. Чтобы тебя больше ценил, как кого? Как великого информатора, так в телеграм-канале можно самостоятельно почитать отписавших от всех возможных каналов в стиле Москва, Калуга, Санкт-Петербург. Жесть. Отписался, и все хорошо. Поэтому сто раз подумайте, нужна ли эта правда тому, кому вы будете ее говорить. Не придется ли вашему собеседнику успокоительно пить после этой правды? Есть. И подумайте, посоветуйтесь, может быть, с духовником своим, с родителями, с другими друзьями. Стоит ли вообще вот этому человеку об этом говорить? Он не должен оставаться в неведении или она? Ну а почему не должна? Вот почему? Действительно, ты принесешь пользу этой семье, этому человеку. По-хорошему, каждую ситуацию надо рассматривать отдельно. Но я вас уверяю, если хорошенько покопаться, то 90% того, что вы говорите, лучше было бы никогда не говорить. Как говорят цитэцы, я неоднократно сожалел, когда что-то говорил, и никогда не сожалел, когда промолчал. Поэтому благоразумное молчание чаще полезнее благоразумного говорения. Пусть Господь нам в этом поможет, воздержать уста свои от зла и не глагол эти не только листи, но и правды, правду в лицо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...